В месячник по благоустройству на городских контейнерных площадках становится больше мусора. Помимо регулярных отходов, мешки появляются во время средников и субботников. Из увеличения объемов некоторые площадки остались заваленными. Чтобы выяснить причины этого, глава Самары Елена Лапушкина провела совещание с профильными службами в городской администрации. На встрече компании, которые занимаются вывозом твердых коммунальных отходов, напомнили о необходимости своевременного проведения этой работы. В соответствии с санитарными правилами и нормами, срок временного накопления несортированных твердых коммунальных отходов в зимний период времени должен превышать трое суток. В теплый период времени отходы должны вывозиться ежедневно. Крупногабаритные отходы должны вывозиться по мере накопления. В зимний период периодичность их не должна превышать 10 дней и 7 суток в летний период времени. Представители компаний, занимающихся вывозом мусора, отметили, что для качественного выполнения обязанности не хватает персонала, а действующий состав не успевает справиться с увеличенным объемом отходов. Елена Лапушкина рекомендовала привлечь дополнительные силы, нанимать технику и рабочих, если компании не справляются со своими обязательствами. До конца месяца профильным организациям нужно вывести все твердые коммунальные отходы и крупногабаритный мусор с контейнерных площадок, чтобы ответственные службы смогли привести и сами участки в порядок. Глава Самары подчеркнула, что муниципалитет в лице предприятия «Жиллидер» со своими обязательствами справляется, остальное зависит от перевозчиков. В прошлом году Самара закупила 2500 контейнеров. Все, что касается полномочий муниципалитетов по отбору около контейнерной площадки, да, мы согласны подбирать, но не работать за перевозчика. Вот это все образовывается из-за того, что вовремя не перевозится, не выводится, соответственно, мусор. Нам нужно наводить порядок. Мы все знали, что у нас месячник по благоустройству. Апрель месяц, который никогда, вот на моей памяти, не менялся. Что в этом году произошло, совершенно непонятно. Еще одна проблема – это недобросовестные компании, которые не довозят мусор до полигонов, а образуют стихийные свалки, порой и в черте города. Иногда сбрасывают ходы на контейнерные площадки, которые обслуживают другие организации. Вопрос пресечения такой деятельности и наказания виновных проработают на отдельной встрече с правоохранительными органами. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов, События.